Мы проехали по некоторым адресам с выходом на берега рек и прудов и спросили специалистов МОЗ Облпошспас, что представляет угрозу людям сейчас, в период паводка, вблизи водоемов. Неожиданно тему подсказала проходящая мимо женщина. Ее беспокоит поведение школьников на берегах. Все равно идут по льду. Ну они глупые. Или учительница наверняка говорила, это может быть 10-12, вот такие вот. Озорство детей понять можно, но принять нельзя. Там, где лед еле выдерживает уток, пробовать его на прочность бесполезно. Вот такие ледяные тропинки кое-где еще сохранились. И кое-кто стремится выйти на них. Но это не рекомендуется, потому что провалиться можно через 2-3 метра и уйти на дно. Опытные рыбаки давно ушли с водоемов. Но, как известно, свято место пусто не бывает. На улице Колпакова пруд есть, на улице Семашка. Там течения нет и пруд, ну вроде бы лед толстый. Но лед уже рыхлый, напитанный водой, поэтому очень-очень опасно по нему ходить. Это даже не игра в рулетку, а обеспеченное ЧП с разной степенью ущерба для здоровья. И лучше его избегать. В основном реки и водоемы вскрылись. Но на некоторых мелких водоемах и реках еще остались небольшие объемы льда не растаявшего. Соответственно, могут выйти на лед как дети, так и граждане, которые не отдают отчет своим действиям. Хочется обратиться в основном к родителям, чтобы они контролировали своих детей вблизи водоемов, так как еще есть возможность выйти на лед. И дети порой себя не очень контролируют в этих ситуациях. Вот такая памятка, как вести себя на зимнем льду, увы, может пригодиться и весной. Хотя лучше опасные ледяные тропы обходить стороной. Сергей Берзин, Андрей Капустин. Информационная программа День.